Библейский портал экзегет.ру представляет 16-я, последняя глава первой Маковейской книги, в переводе Нины Брагинской, читаем эту книгу для библейского портала экзегет. Кроме Нины Брагинской участвовали другие переводчики, она была руководителем проекта. Итак, ну вот у нас такое маленькое уже послесловие, иудея вполне добилась независимости, самостоятельности, но есть один военачальник, НДБ, который по приказу Антиоха, очередного селевкицкого царя, ведет боевые действия против иудеи, разгневанные на то, что иудея захватила часть городов, изначально ей не принадлежавших. И тут уже продолжает действовать Иоанн, сын Симона, Симона-первосвященника, основателя собственной династии. Иоанн вышел из Газар и сообщил Симону своему отцу о том, что натворил Кендеби, ну вот всякие набеги, строительство приграничной крепости. Тогда Симон позвал двоих сыновей своих старших, Иуду и Иоанна, и сказал им, «Я, мои братья и дом моего отца веливой на Израиль с юных лет и до сегодняшнего дня, и много раз нам удавалось спасти Израиль. Но вот теперь я состарился, а вы, милостью неба, достигли зрелых лет. Так будьте же теперь вы вместо меня и моего брата. Идите и сражайтесь за наш народ, и да поможет вам небо». Вот он передает власть по наследству. Затем он отобрал по стране 20 тысяч пеших и конных. Они выступили против Кендеби и заночевали в Мадеине. Поднявшись по утру, они вышли на равнину, и тут навстречу и многочисленные войска, пехоты и конники. А между ними пролегало русло потока. Иоанн со своим народом встал в боевом порядке напротив них. Увидев, что народ опасается переходить через русло, он перешел его первым. Люди увидели это и перешли за ним следом. Вот по-прежнему, как и во времена партизанской войны, главная задача правителя народа, собственно, подавать пример, быть первым в бою. Затем он разделил рати конников и поставил среди пехотинцев. И конников поставил среди пехотинцев, потому что конница противников была весьма многочисленна. То есть, видимо, он не хочет встречного сражения конницы, а предполагает, что конница будет помогать пехоте. И затрубили в трубы, и Кендебей со своей рати был обращен в бегство. Многие у них пали мертвыми, и оставшиеся бежали в крепость. Тогда был ранен Иуда брат Ивана, а Иоанн преследовал их, пока Кендебей не достиг отстроенного им кедрона. Бежали они и в башню, что в полях Азота, но Иоанн спалил его огнем, и около двух тысяч из них было убито. Затем он с миром вернулся в Иудею. Соответственно, у нас уже последняя победа, которая позволяет Иудеи существовать мирно и самостоятельно. Тем временем, Птолемей, сын Абуба, был назначен военачальником на Иерихонской равнине. Не очень понятно, что это за человек, но тем не менее он становится военачальником Иудеев. У него было много серебра и золота, ведь он был зятем первосвященника. Сердце его превознеслось, он захотел завладеть страной и предательски замышлял убить Симона и его сыновей. Есть всегда опасность внутренних расприй. Как это у селевхидов? Борьбы за власть. А Симон объезжал города страны, заботясь об их нуждах, и спустился в Иерихон. Сам он и мотать из Иуда его сыновья. В 177 году на 11-й месяц. А это месяц Саббат. Сын Абуба, затаив коварство, принял их в построенные им крепостцы под названием Док и устроил им кутёж, а сам спрятал там людей. Когда Симон с сыновьями захмелели, Птолемей с теми, кто был при нём, встали, взялись за оружие посреди пира и убили Симона, двоих его сыновей и нескольких его слуг. Так совершил он страшное вероломство и отплатил злом за добро. Затем Птолемей написал об этом и отправил письмо царю, предлагая прислать ему в помощь войска и передать их страну и города. Царю, очевидно, селевкицкому, пытаются получить себе власть ценой просто уничтожения независимости своей собственной родины, иудеи. Он послал других в Газару уничтожить Иоанна, сына Симона, а тысяченачальникам отправил письма с приглашением прибыть к нему, чтобы он дал им серебра, золота и подарков. Ещё послал захватить Иерусалима, храмовую гору. Но кто-то первым принёс весть Иоанна в Газара, что его отец и братья погибли и что Птолемей послал убить и тебя. Услышав об этом, Иоанн был потрясён, он схватил людей, пришедших его погубить, и казнил их, ведь он узнал, что они хотели его погубить. А прочие дела Иоанна, его войны, содеянные им славные деяния, строительство выстроенных им стены, другие деяния, вот они записаны в книге Дни его первосвященства с того времени, как он стал первосвященником после своего отца. Есть некий свиток дел первосвященников, как свиток царей израильских и свиток царей иудейских, которые были во времена монархии. Обратим внимание, что всё-таки ни Симон, ни Иоанн не именуются царями, хотя фактически они цари, они только первосвященники. И вот дальнейшая история, это уже не дело Маковейской книги, но Маковейская книга первая доводит рассказ до того момента, где власть передаётся по наследству, где, соответственно, даже смерть очередного вождя народа, она не обезглавливает народ, она приводит лишь к передаче власти его сыну Иоанну. Этот Иоанн войдёт в историю, как Иоанн Геркан, но это уже не задача Маковейской книги всё это описать. Более того, вторая Маковейская книга начнёт вовсе не с того места, на котором остановилась первая, она скорее изложит ту же самую историю по-другому, но это уже разговор про вторую Маковейскую книгу.